Александр Копытов, житель Ижевска, получивший известность в ноябре 2017 года после того, как по его вине произошло обрушение части жилого дома, в котором он проживал. Получил прозвище Ижевский подрывник. Александр Анатольевич Копытов родился 16 октября 1990 года в Ижевске. Его родителями были Марина Викторовна и Анатолий Васильевич, который уже скончался. Также у него есть старший брат Сергей. После девяти классов школы Александр окончил училище по специальности слесарь механо-сборочных работ. В 2011 году был отчислен из Удмуртского государственного университета за академическую неуспеваемость, отучившись один курс. Безработный. Возможно, страдал шизофренией, был тихим и замкнутым. Ранее также употреблял наркотики. Жил в одной квартире с матерью, причем постоянно конфликтовал с ней. На учете у психиатра не состоял. 9 ноября 2017 года в 16.44 по местному времени в результате взрыва бытового газа произошло обрушение угловой секции 5-го подъезда 9-этажного жилого дома номер 261 по Удмуртской улице. Погибли семь человек, двое мужчин, три женщины и два ребенка. Взрыв произошел в квартире номер 143 на третьем этаже, где жил Александр Копытов. 10 ноября он был задержан у себя на даче, попал под следствие и частично признал свою вину, заявив, что специально открыл доступ газа в квартиру и скрылся. О взрыве узнал из новостей. Также с его слов, он уже сделал подобное в 2013-2016 годах, утверждая, что вырывающимся шумом газа загружал мерещившиеся ему голоса, которые якобы оскорбляли его. Мотивом для совершения преступления могла стать личная неприязнь к соседям или к собственной матери. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 2, пункт Е, убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, которое предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Первоначальное дело было возбуждено по части 3, статье 238 УК РФ, производство работы и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Был арестован сроком на 2 месяца и помещен в СИЗО. 7 марта 2018 года был переведен в психиатрический стационар на время предварительного расследования, поскольку у него обнаружилось психическое заболевание. 8 октября 2018 года Верховный суд Удмуртии начал рассматривать уголовное дело в отношении Александра Копытова. Это было первое заседание. В ходе расследования судебно-психиатрической экспертизой он был признан невменяемым. Решался вопрос о помещении его на преднудительное психиатрическое лечение в психиатрической клинике специализированного типа. К сожалению, я не нашла информации, чем завершилось это дело. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...